Мы будем сегодня рыбачить на такой вот большой лодке Мне почему-то снился сон, что я гид на лодке Я даже не знал, что такое вообще бывает Есть Ну догнал прям хорошо, так Более агрессивно Если не нравится погода в Калининграде, подожди 5 минут Если нравится, тоже подожди 5 минут Я уже засыпать начал, так покачивает, покачивает Всем привет! Очередной день на Калининградском заливе, новые места И сегодня вот мы отправляемся на рыбалку с одним из самых, наверное, известных гидов Калининградской области Который давно этим делом занимается с Игорем Погода хорошая Но не слишком хорошая, как и нашу последнюю не очень удачную рыбалку И посмотрим, как себя проявит рыба Все так же, надеюсь, и нацелен на судака Но, как показали последние рыбалки, окуни и судак здесь клюют перемешки Так что поехали! Мы будем сегодня рыбачить на такой вот большой лодке 5,5 метров, 70-сильный мотор Халоты Все просторно, все комфортно И будем сегодня рыбачить еще и вдвоем То есть, я думаю, будет Интересная рыбалка С интересным и опытным человеком В этот раз мы были в другой части залива На котором я еще не был Здесь нет выразительных ям Свалов Дно ровное С фоновыми глубинами Около 3,5 метров Задача простая Найти рыбу по эхолоту Встать на нее И попробовать ловить В качестве спинга У меня сегодня будет Версус 762 МЛТ С тестом от 6 до 24 грамм Плюс приманка Длина 2,29 Катушка Дайвелу вес ЛТ в 3000 размере Со шнуром от Гессен в 0,8 диаметре Рыбалку я начал с нимбла В размере 2,5 дюйма В морковном цвете Все же именно нимблы Лучше всего работали у меня На последних рыбалках В заливе Есть Нет, окру Спасибо Красавчик первый А так вообще сколько уже лет Гайдингом занимаетесь? В этом году в ноябре будет Первого ноября будет 10 лет 10 лет уже История интересная и странная У меня когда не было лодки Еще 90-е годы Когда я занимался Исключительно фидером И поплавочкой Мне почему-то снился сон Что я бит на лодке Я даже не знал Что такое вообще бывает Именно что я вывожу людей Что это моя работа Такой вещь и сон Но Я как бы не мерил Эту фигистику Тут скорее всего Непонятно почему Мне этот сон приснился А уже потом он послужил идеей В дальнейшем Я Разместил объявления На Авито Там Во всех фабриках Все что умею делать То и предложил Было Есть лодка Вывезу На рыбалку Ценник выложил Сразу Сразу Понял что нужно Людей забирать Из дома Возвращать домой Не так чтобы они Куда-то приезжали Ну чтобы люди могли отдохнуть Там все В пиво В пиклинку Это как бы Плюс большой Для многих до сих пор И является Вот Ну и На одном из фурмов Калининградских Один товарищ Написал Ты бездай Собидит Это будет твоей Основной профессией Это прям вот сразу Только-только Объявление Объявительности Так вот и все Сейчас это моя основная Деятельность Уже Десять лет Каких Ну и сколько получается Выходов за год Где-то В зависимости от Погода Как год По погоде От 150 до 108 Каждый второй день Ну до 200 Так скажем Потому что Коммерческих Только 180 Да Еще же есть Общественная Грузка Рыбственники Друзья Получается В любом случае Как-то там Десять Хотя бы Не выезда Еще Судак здесь присутствует Просто говорю Что-то у него клева нет Вот это да Вчера все Вот все Поклюки Пошли Где-то С обеда До окончания Клевого Где-то Часа два Все эти Судаки Которые были Пойманы В рот Нормально Это Все были Пойманы Где-то Час До Четырех От нас тоже Заметили Прям То что До обеда Окунь После обеда Судак Причем Вот эта мелочь Судакова Она настолько Клевала То что Ну вот Окунь Словно Вообще Его не стало Там Прям Вообще По две Сейчас Только пара Попалась Еще Часто Бывает Так Что На стае Окуня Стоишь Долбишь Там В каждый Заброс Это Жор У нас Прекращается Бак Судак Летает Тоже Его Подразгоняет Есть Такое Окунь Проявил Себя Сразу Но В небольшом Количестве Обычно С постановки Получали Одну Две Поклевки И все Рыба Затихала Поэтому Мы Постоянно Перемещались Окунь Чем хороша рыбалка С опытным Человеком Так Это Тем Что Он Может Поделиться Своим Мнением И Наблюдением На Разные Вопросы Вот И с Игорем У нас Завязалась Искуссия На Тему Оранжевых Приманок Веру В которых Я Обрел На Одной Из Последних Рыбалок Я Тоже Люблю Оранжевый Он Не Всегда И Ни Вечернее Платье Когда Вторая Половина Дня И Спектр Начинает Меняться В красную Сторону Оранжевый Выигрышный И Бывают Оранжевые Закаты Морковка Просто Бомба Дело В том Что По исследованию Ученых У Судака Два Всплеска В Спектре Это На Зеленом Цвете И Оранжевом Поэтому Он У него Как бы Подсвечивается В модификации Ну Недаром Много Судаковых Приманок С оранжевыми Включениями Хвостами Спинами Там Я не знаю Целиком Оранжево Всякие Красно-оранжевые Желто-оранжевые Приманки Работают И Действительно Такое Бывало Ну Как Много Рас То Уходишь Свет И Блин Все Здорово Ну Так же Как Зеленый В принципе Ну Да Не Просто В оранжевый Как-то вообще Не верил Особо Да Был Да Ловил Но Сюда Даже Не брал Потом Друзья Ловят Ловят Я там Свои Перебираю Которые В других Водоемах Работали Ну Прям Намного Хуже Только Оранжевый Поставил Все Есть Подвис Подвис Подвисает 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 Насколько не реагирует Здесь никакой бодрее чем мы ловили Такие прям все бодрые А Судак Я думал Это окунь Первый судак За сегодня Скушал Нимбла Расцветки 8D Наджик Виде 8 грамм Стояли Ловили окуня Точнее Пытались Ловить Ну и Влетел Вот этот Судачок Ближе К полудню Окунь Чуть Расшевелился Поклевки Стали Более Выразительными Да и Количество Поимок С одной Точки Увеличилось Ну и В целом Размер Окуня Был Очень Приятным Ну это уже Окунь Должен Быть Была Поклевка Нимба Откусили Клешни Что Поставить В таком же цвете Вбровод Зачетно Хороший Кокушок Вообще На последних Рыбалка Я Выделил Для себя Некую Тактику Двух Проводок Если Рыба Активная То Применяю Двойной Подброс Короткой Паузой Если Пассивная То Высокий Одиночный Плавный Подброс Паузой Да И Во Время Одной Постановки Я Чередую Эти Проводки Иногда Пассивную Рыбу Лучше Долавливает Одна А Иногда Другая Проводка По Резине В этот День Я Тоже Экспериментировал И Лучше Всего Работал Нимбл 2,5 Дюйма И Плавающий Виброворм В размере 3,4 Дюйма Хороший Такой Шок Лучше Руля Рыб Ох Хороший Какой Лоб А в лоб Какой Лоб Ха 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 О Уже Подкило Красавец Есть Да Прям Сдогоночку Красавчик Ну Догнал Прям Хорошо Так Более Агрессивно Несмотря на то что спиннинг у меня в этот раз был с верхним тестом до 24 грамм плюс приманка 4 дюйма В спокойных условиях я комфортно наловил в нижней границе теста Заявленный низ у версуса 6 грамм плюс приманка 2 дюйма А сейчас вы увидите как он показывает проводку груза 8 грамм плюс приманка 2,5 дюйма На средне жестком дне уверенный и комфортный контроль На 6 граммах отыгрыш тоже есть но чуть менее выразительный Чего Ну да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И все было замечательно Мы рыбачили Рыба начала клевать Все просто шло идеально Как вдруг небо резко начало затягивать тучами И тогда мне Игорь сказал очень интересную местную поговорку Если не нравится погода в Калининграде Подожди 5 минут Если нравится Тоже подожди 5 минут И вскоре суть этой поговорки я очень хорошо понял А вместе с погодой поменялось и настроение у рыбы Она просто выключилась Это было заметно и в экране эхолота Если рыба сначала стояла в толще И мы видели отчетливые силуэты То теперь она вся просто прижалась ко дну И все же нам что-то удавалось ловить Но это из разряда в час по чайной ложке Да ладно Какой-то проснулся шариной Да Я засыпать начал Так покачивает, покачивает Хороший кабанчик Ну и вот активно меняю приманки Нимбл в цвете 4Д Принес окушка Вот уже 2 часа почти без клюви Погода сильно поменялась Ветер от полна И рыбка прям затихла Давление падает Прям просто кардинально Все поменялось Есть Небольшой, но есть Когда погода поменялась Или выключилась Такие поимки становятся Особенно сильнее Так как волна становилась все сильнее Мы решили досрочно завершить нашу рыбалку К тому же Улучшений в погоде не намечалось Для меня такой исход рыбалки был очень неожиданным Утром обстановка на воде была очень спокойной А уже в обед все резко начало меняться Но в этом весь Калининград Если хотите хорошую и интересную рыбалку в Калининграде То с этим вопросом обращайтесь к Игорю Ссылки на его соцсети мы оставим в описании к видео И не забывайте подписываться на наш канал Ставьте лайки Пока